Если вы любите PS15 и желаете больше роликов по этой игре, то я рекомендую вам канал ARP, на котором чувак проходит карьеру за лондонский арсенал. Также, если вы любители современных технологий и новых изобретений, то также на канале есть шоу Концепт. Ссылка на канал в описании. Смотрим, подписываемся, лайкаем. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз, и сегодня я сыграю третий тур за лондонский арсенал, и сегодня наш оппонент, наш соперник, да что уж там, наша жертва, это бельгийский Андерлехт. В прошлых сериях мы легко разобрались с Наполи, сыграли в ничью с Голцараем, так что я думаю, что такая команда, как Андерлехт, нам особых проблем не доставит. И я думаю, что в этих двух грядущих встречах с ними мы все наши проблемы турнирные должны порешать. Окей, окей. Мы пушкари, они сукотелки, мы канониры, они просто блядская пыль из моих сапог. В общем, я просто пытаюсь запугать оппонента, а теперь переходим дальше. Enter, Enter. Enter. И... Так. Сейчас нам покажут, что... Ну, а Зил, в принципе, узнаваем. Сука, не нравится мне эта прическа, вот сейчас она модная среди молодежи. Это вот зачастливая на бок, не знаю, слишком я, видимо, стар. И какой-то ребенок у Андерлехта, которому, судя по лицу, реально лет 10 и похож на такого уродского брата Гетца. Вот такие дела. Так, план игры. И давайте-ка поковыряемся. Поковыряемся в настроечках. То есть, ну да, в прошлом матче, конечно, затащил Подольский, но пока что я его не буду ставить в основу, хотя... Ладно, сейчас решим. Так, ну, само собой, Гипс вместо этого Начо. Так. Чемберлин меня, честно говоря, особо не удивил в прошлом матче, поэтому я его ставить сегодня не буду в основу. Я сделаю вот как-то, вот как я решил. Так, ну, Реймси мне тоже не понравился, поэтому я ставлю на фланг. Так, кого бы я поставил? Волка-то на этот фланг ставлю, а в нападение, так уж и быть, ставлю Подольский, потому что он спас наше очко, скажем так, в прошлом матче. Поэтому Подольский, молодец, прикрыл очечко, так сказать. Так, и давайте-ка заменки. На заменках у нас будет сидеть Реймси вместо спины Чемберсона, на него Уэлбек и Кэмпбелл вместо ломающегося Диаби. Потому что мне кажется, что если с поля в Диаби прилетит мячик, то это уже будет переломов 20. Вот как-то так. И еще кое-что делаем. Так-то все сделали неудобно вообще. Просто вот за это я ставлю, не знаю, 10 дизлайков сразу же разработчикам писульки. Так, Волка-то, Волка-то сюда. Ну и Санчеса, собственно говоря, сюда. Ну, такие вот делишки. Давайте-ка что-ли начнем. Начинаем матч. Играем, как я смотрю, дома. Или не дома, сейчас узнаем. Если тут запах пивных бутылок и много мусора, значит я дома. Так, вот заставка стадиончика. Довольно-таки это симпатично сделано. Но вот почему нет старых добрых кат-сцен, выхода на поле команды и всего такого прочего. То есть сразу же мы переходим к игре. Ладно. Ладно, да, играем мы и вправду дома. И начинается заруба. Заруба, как сторона Аруба. Есть такая сторона, реально Аруба. Погуглите. Во всех прошлых встречах, ну, в двух, дважды забивал быстрый голы Мисутазин. Надеюсь, что сегодня он это сделает тоже. Пас на Подольске. Мы помним гол Лукаса в прошлом матче. Я тогда был очень... Это Мурат Кабасилия. И у него легко отнимает мяч Уилшера. Вот Уилшера, я не знаю, с чем это связано, но очень такие серьезные, реально, бойцовские скиллы в пес. Видимо, это какая-то дань реализма, что ли. Легко сейчас Подольске затолкали. Сука, гопота, сука. Суарес, Мартин Суарес с мячом. Хорошая скорость. Что творит Суарес? Смотрите, что он творит. Никто за ним даже не поспевает-то. Наконец-таки ему сделали коробочку. И... Молодцы. Хорош, хорош. Блядь. Ну, удар, конечно, нанес такой отстойный, сука. Мне аж стыдно стало за него. Хоть я, так сказать, ему никто. Да и он мне никто. Ну, мне так стыдно за него. Да, блядь. Да я в валенке то лучше пробил бы к сильной. К сильной тоже неплохая. У него скорость для защитника, особенно пас на фланг. Волкот. Пас в центр на Азила. Азил. Азил месут с мячом. Ну и кто-нибудь откройте. Что-то, да, открылся на фланге дебюши. На Санчеса. Нет. Слишком это был не тот пас. Я хотел сделать скорее, наверное, просто пас в касание, не на ход. Ну да ладно. Ну да ладно. Опа. И тут подстраховал. Ну, кстати, подстраховал ошибку дебюши. А вот сейчас можешь пройти пас. Блядь. Ну, хуй ты пяткой-то его обрабатывал-то, осел ебаный пиздец. Ты что себя возомнил таким? Роналдинио? Ты нахуй бревно ебаное. Сука, по-дольски. И опять его прессингуют. Только что я поиграл в FIFA. И скажу так, что в FIFA защитники намного больше позволяют, чем в PES. То есть в PES защите, они просто какие-то непроходимые. Если честно, если в FIFA можно взять какого-нибудь того же Роналду или, не знаю, какого-нибудь Бэлла такого быстрого и с хорошим дриблингом чувачка, то все, это пиздец. Просто бежишь до вратаря и потом лупишь. А вот в PES залупа на воротник. Потому что только-только начинаешь разгоняться, и тебе пиздык какой-нибудь PES по ногам даст, и все. И вот такие вот перехватки совершаются. Но ничего, дебюши сейчас подстраховал, молодец, Санчес, мечом Санчес. Опа, на Азила, Азил. О, тут хорошо открылся по-дольски. И можно бить, надеюсь, это был рикошет и угловой, потому что если это был реально вот такой удар по точности, то я высоко изничтожу, да, это рикошет был. Откровенно. И корнер исполняет Мистазил, что, в принципе, неудивительно. Слабовато, мне кажется, она ее слабовато. Ну, вообще просто еле-еле слишком меня перенервничал. Окей. Думаю, что сегодня не будет быстрого гола от Мистазила, но да ладно. Митрович, мечом Митрович, тот самый любитель Кунилингуса, сука. Если не поймете, о чем я, то, не знаю, там, погуглите, что ли, про его критиков. Суарес, мечом Суарес. Я помню, что он был слух, что он собирался в ЦСКА переходить. То есть, судя по его скорости, зря он не перешел. То есть, ну, для ЦСКА зря, потому что, в принципе, НАП, наверное, годный. Азил. Азил пас на Санчеса. Санчес дальше. По флангу Тамид. Азил. Уилшера, Уилшер, хорош. Давай, разгоняй, разгоняй. Ну, и никто не открывается, сучки. Чуваки все стеснительные-то, а? Ну, тут, мне кажется, Фолл, да. Это был этот самый бородач, который любит на мячи запрыгивать. Ну, у тебя и рожа, сука. В Ванденборя. Типичный боец ММА, я не знаю, ли, типа того. Но он реально монстр. Он съел бедного волка-то. Ну, как так можно? Еще и попрыгал на нем, скотина. Что ж ты делаешь? Так, что же мы будем делать-то, реально? Ну, что ж пробью я, что ли? Попробую. Ой, что-то, мне кажется, я сейчас пережал. А нет, смотрите-ка. О-хо-хо-хо! О-о-о-о! Охуеть! Да ладно! Да что ж такое-то происходит-то? Ебануться! Да вы серьезно? Честно говоря, я не забивал в песо со штрафного, наверное, наверное, со дня Рождества Христова. И это случилось через такое расстояние, да. Ну, конечно, вратарь насрал конкретно, но... Я вот это пробил неплохо. Смотрим, как это было. Ба-бах! Да я просто в шоке, если честно. Просто я в шоке, реально. То есть... Я не забивал со штрафного миллионы годов. То есть еще... Помню, при динозаврах я это не мог сделать. И вот мне сейчас это... Получилось. В общем, как это комментировать, я не знаю, в общем. Да, Ван Денборя, ты, сука, привез. Мы идти к смещам на Дешанта. Дешанта на Суареса. Суарес. Суарес. Неплохо, но пока что все это бессмысленно. Правит. Но, к сожалению, это не был быстрый гол. Это был позже забит, чем... Двадцатая минута встречи. Суарес, Суарес, Суарес. Хорош. Ну да, скорость у него в порядке. То есть если вы там играете в карьерку, то я вам Суареса уже рекомендую. Опа, опасно, опасно! Хорош, счастливый. Выносит, выносит. Конечно, вынес там. Братишка-то совсем опасно-то. Ну ничего страшного, отбились. Уолкот, ну и разгоняйся. Ну нет, тут нет простора, поэтому пас на Подольский. Подольский. Пас на Санчеса. Он его принимает. И вот тут хорошо открывается дебюши, дебюши. Так, такого навесить, навешиваем на голову чью-то. Нет, не получается. Навесить, навес... Навес получается совсем уж кривой. Опа, Мерцакер, Мерцакер. Дави еще одного, как прыщ дави его. Нет, не получилось. Еще один какой-то лысый пес. В защите у Андерлехта. Сука, какие-то опасные парни. Проникающий пас. 2-0. 2-0. Тео Волкот. Отлично. Есть. Да, да, сычки. Красавчик Тео. Как это было? Смотрим. Алексис Санчес. Пас. Тут дальше на Подольский. Подольский дает пасик такой тоненький. И там уже в упор Волкот просто расстрелял голкипера Андерлехта. Ну, в принципе, тут, мне кажется, скорость у Волкота сыграла очень важную роль. И еще 2-0. Окей. Дешант на Суареса. Суарес. Пас. Вот, наконец-то. Я себя почувствовал защитником в пес хорошим. Потому что я перехватил пасик и даже услышал некий бадхёрд в исполнении очка игрока. Андерлехта у меня там на кухне врубился холодильник. Сейчас я, наверное, в перерыве пойду схожу его и прикрою. Потому что он мне орет просто дичайше громко. Пока время идет, идет. Сейчас пасик на Ван Борре. Не знаю, слышите ли вот этот страшный гул от нового холодоса. Но он реально просто ужасен. То есть все, кто ко мне приходят в гости, говорят. Антон. Там твой холодоз очень громкий. Я не могу тебе делать меня в таких условиях. Поэтому я его сразу же вырубаю. И потом доволен, но голодный. Потому что все мои пельмешки, нахуй. В трубу улетает. Смечом Митрович. И он его сразу теряет. Пас на Азил от Санчес. Азил совсем уже никакой еще. Видимо, его пора менять. Потому что он совсем уже заигрался. Устал чувак. Да. Наверное, в перерыве мы с ним немножечко так расстанемся. И сегодня он впервые в наших лигочемпионских встречах останется без гола. Смечом. Про это он бьет. Это скорее навесный. Митрович смечом. Митрович. Митрович. Удар. Это был какой-то другой. Азил на Азил. Санчеса. Ну что же, заработал себе одно ТТД. Санчес смечом. Хорошая скорость на клише. Он тоже неплох. Нет, нихуя он нехорош. Суарес. Проникающий пасик. Но тут Микель Артета просто герой сегодняшней игры. Потому что благодаря нему я поверил, что можно забивать. Гольцы. Волка. 3-0. Вот. Наконец-таки мои пасики стали проходить как надо. Просто 3-0. Мы разъебываем антервлек. И как я и говорил, что особых проблем с соперником не будет точно. Смотрим. Это Артета. Смечом Артета. Пас на Подольске, по-моему. Да. И вот разрезающий пасик на Уолк. Тут опять в касании. И что ж. Две голевухи от Подольски. Два гола от Т. Уолк. Холодос нейтрализован. Вы пока там посмотрите опасные моменты матча. На спину Азила посмотрите в конце концов. Я сейчас вернусь. Ах, кто-то холодильник иди сюда. И так я снова здесь. Радую то, что наши команды из 4 ударов залетели целых 3. Это очень высокая КПД. И мы продолжаем. Второй тайм. Да, я забыл. Не суть к Азилу. Змей. Поэтому сейчас я его подменю. Давай. План игры. И Азил. Давай. До свидания. Так. Кто его заменит? Чемберлин. Мне все это не нравится. Рэмси. Косорло. Ну, наверное, пусть будет Косорло. У него все-таки 84 на этой позиции. Он нам пригодится. Может, тоже какой-нибудь пасик даст дельный. Дефур. 3-0, сука. Я доволен, да. То есть, я помню, когда играли мы команду Мещеты. Там, мне писали типа Антону, учись играть. Но, чуваки, ну, вы понимаете, что это была большая ошибка. Такие ваши слова были ошибочные. То есть, я, блядь, я мастер. Ебу этот Андерлехт просто как щегло. Опа, пасик на... Нет, не прошел. Надеюсь, не будет камбэка как в стиле Стамбула. Суарес сейчас догонит или не догонит? Я думаю, догонит. У него скорость хорошая. Суарес догоняет. Суарес. Входит в штраф. Ну, и опасно. Нет. Косильный. Хорош. Артет с мячом. Артет. Ну, побыстрее ты можешь булочки передвигать на Санчесу. На Подольске. Пока что сегодня в Подольске даже ни разу поворотом так толком не ударил. Это обидно, потому что у чувака очень сильный удар. Мы помним, что в 2010 году в матче Германии-Астралии на Чима Мира он забил самый мощный гол в истории футбола. Проникающий пасик на Негритосика. И он не проходит. Уилшер с мячом. Уилшер. Уилшер пас дальше на Подольске. Может быть, ебнуть. Не знаю. Ну, нет. Это не позиция для удара. Поэтому пока что мы будем просто в сторонке смотреть на то, как... Защитники злобно с мячи отнимают. Азил, Азил. Скоро ты, чувак, с пули-то уйдешь. Это твоя лебединая песня. Ну, дайте какая-то позицию. Позиция. Вот она, позиция для удара. Удар. Хороший это удар-то. Подольске плотный, но не точный. Между прочим, первый удар не в створ в нашей команде за этот матч. И Сильвио Протто вводит мяч вперед. Борьба. И выигрывают мои игроки. Ошибка. Артета. Ну, Артета сегодня вообще лучший. В том плане, что штрафной для меня это, говорю еще раз. Это просто, блядь, событие тысячелетия реально. Гипс. Хороший пас. И вот там один. Один. Ну, сука! Ленивый пес. Пас мог бы сбивать второй гол. Сейчас, точнее, третий гол. У меня какой-то третий. Четвертый что-то я совсем уже со счета сбился. Но у меня просто было по геометрии минус шесть. Оценочка такая. Просто такая лично для меня оценка была. Хотя, при чем тут геометрия, скажете вы. Блядь, при том, что я, сука, наркоман. Ладно. Дефур. Дефур на Дешант. Дешант на Суарес. Суарес. Пас на Прайд. Дешант. Ну, и Дешант. Ну, и что дальше? Кстати, чуваки. Вот такой у меня для вас не то что вопрос, а предложение. То есть, ежели, ежели вы вдруг найдете годный патч на PS15 с лицами. Вот это самое главное для меня это лица. То сразу же мне его кидайте. Потому что тогда я смогу уже начать карьерку. Потому что пока что нет лиц, я карьеру-то и не начну. Кабасье. Кужестан. Ванденборя. Ванденборя на Кабасель. Ну, давайте-ка что-нибудь уже сделайте решительно. И они дают хуевейший пас. Просто отвратный. Что даже я его перехватываю. Касорла. С мячом Касорла. Нет, ну не туда я, видимо, зря сейчас нос почесал. Потому что это не дало мне дать пас на фланг. Ну да ладно. Санчес мячом. Санчес тоже он сдох. Поэтому сейчас мы его заменим, наверное, на Чемберлэй. На пас. На Уолкота. Ну давай, давай Касорла. Ну не дожал хуй с тобой. Так. Ладно, Подольц сегодня себя не оправдал. Поэтому мы его меняем на... На кого бы мы его поменяем-то? На Санаго. Уолбок неплох. Но с ногу... Нет, Уолбок. Уолбок и Чемберлэйн вместо Санчеса. Давайте-ка дальше-то. Митрович с мячом. Митрович. Митрович на поэта. Или проэта. В общем, погиб поэт. Невольник чести. И Митрович пытался сейчас войти в шрафной. Но тут мертвый закер совсем другого мнения. Поэтому с мячом сейчас Уилшер. Уилшер. Хорош на Подольске. Подольске. Ну, по-мужски бы до конца допритинговал бы. Но что-то я не знаю. Санчес. Санчес на Касорлу. Касорле на Уилшера. Уилшер. Дальний удар. Хороший удар Уилшера. Плотненький удар. Между прочим, смотрите, как пробил-то бородатый. Хорош. Прям почти-почти под перекладину попал. И замены. Уэллбок на поле появляется. И Чемберлин. Мебемба. Очень странная фамилия. Очень забавная фамилия. Мебемба. Каджистан про это вся эта шабла собралась. Сука, блядь, вдвоем мяч не поделили. Ну да ладно. С мячом Уиллбок. Но теряет сразу мяч. Уолкот. Ну, Уолкот, конечно же, в разы быстрее, чем эти чувачки. Но пас пяточка у него не проходит хороший. Ваненборо. На Конте. Ничего себе. Сам Конте тут играет охуеть. Что же дальше будет? Что же дальше? Аллегри. Как же стран, блядь. Сука, ну и фамилия. Можно, не знаю, язык сломать в 9 местах пока произносишь. С мячом. С мячом. Ладно, не важно. С мячом он бьет. Сейчас, наверное, бьет или не бьет. Что же он все тянет-то? Я не пойму, что он интригу сразу сдал. Как, не знаю, как. И удары. И 3-1. 3-1. Забил тот самый выкидыш Гетц. Окей, окей. Да, тот самый проект или прот проект. Неважно. 3-1 счет. Ну что же, размочил счет. Андерлехт. Ну да, мне это не особо-то волнует. Потому что это сама сейчас играть 10 минут. Ну, о чем вообще речь? Суарес с мячом. Хотя, хотя, ведь это же пес тут. Может быть всякое. Буквально 2 атаки сейчас команды соперника и все. И пиздец. Вот. Например, сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, парни-парни-парни. Прием, прием, сука. В собране это играйте-то. Вы сейчас бы пропустили. Была бы нервотрепка. Но вы что? На волка-то волка. Нет. Не получается у него сейчас до конца дожать Чемберлин Чемберлин хорош Пас Давай Уилшир Тоже чувак уже совсем На ладом дышит Конто Конто неплох Но на любого неплохого Конто есть Опытнейший герой матча Артета Блин, ты что же вы Такие нападающие центральные Бревнообразные, что подольки, что Уэлбек, ну просто пиздец Мои карайки сегодня просто жгут К Джистан пас Спаслись, но тем не менее На втором темпе подбегают, штрафную Ой, подкатик Удар, сука Конто забил Ну ладно, радуйся, черный Свобода Ну конечно, что-то мне щенство Сейчас вообще не порадовал Блин, в чем дело-то Просто лег Даже не постарался Ладно, главное продержаться Минуту Даже не Она уже прошла Обидно, что мы вели 3-0 И вот такая вот Херня получилась Ну да ладно Тем не менее Три очка Чем там напоминает Реальный матч Арсенала Андерлехтон Там тоже Арсенал Живел 3-0 Блять Не удалось Ладно, тем не менее Это победа Я вас всех, кто Болел Поздравляю И поздравляю я себе Поздравляет вас Санти Кассорл Поздравляет вас Дебюши На этом мы Заканчиваем Сегодняшний выпуск Если вам Хочется поскорее Посмотреть Следующую серию То ставьте Лайк под видео Ваши лайки Очень мне помогают А на этом Я с вами прощаюсь Всем удачи Всем пока С вами был я Антон Чейз Не болейте И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok